Попкорн с потолка Сегодня я покажу вам несколько этапов этой работы. Вот кухонька в этом домике. Обратите внимание, как кирпичи лежат. И вот здесь хорошо видно этот потолок. Для американских домов это норма. Его делают для того, чтобы не видны были неровности гипсокартона, который прикручивается к балкам. Перед тем, как снимать попкорн, Сергей маскировал комнаты. Все стены пластика. В этой комнате уже потолок снят. Он уже гладкий, но не крашеный. И вот здесь этот мусор выглядит так на полу. А сейчас я засниму нашу помощницу. Так, что мы здесь делаем? Так, у нас здесь ванна. Замаскированные все зеркала, все лампы. И нужно аккуратно снимать маскировку. Так что, как говорится, Сергей Иванович мусорит, мы используем шпатели. Два шпателя, чтобы очищать. То есть, это работа на лестницах. Это работа, когда ваши бицепсы и трицепсы будут в напряжении. Если вы это будете делать сами. И вот так весь потолок, а? Вручную. О! Как ты намочила, она быстро отходит. Она быстро отходит, потому что попкорн был не крашеный. Вот так. Ну, под попкорном, конечно, гипсокартон. Голый. Правильно замаскировать, используя синюю маскировочную ленту, это неотъемленная часть работы. Чтобы потом, вместе с маскировкой, краска со стен не слезла, очень важно это все сделать правильно. Потом этот пластик разворачивается и все чудесным образом закрывается. Ой. Ой, я еще не успела нашей помощнице рассказать историю своей жизни, а ты уже в комнате почти весь попкорн снял. У тебя на каждую комнату, вот, уходит 15 минут, получается. Без смачивания. Понятно. Правда, еще потом штукатурить надо и красить, но... Ненаглядный мой потолок во всем доме зашпаклеван и покрашен на радость хозяевам. На это ушло у Сергея с помощницей 5 дней. 5 дней. Работали где-то они по 6-7 часов. Все спальни, все туалеты были, так сказать, проведены в надлежащий вид. Ну и в конце, разумеется, убрали мусор и попылесосили. Как и положено профессионалам. Это мастер бедрум. А? А? Продолжение следует...